здравствуйте уважаемые подписчики сегодня у нас в студии в нашем привычном формате краевед журналист общественный деятель на этом остановимся потому что очень много юрий юрьевич каргин все его знает поводом для сегодняшней нашей встречи стал его новый проект как кто-то из вас уже видел социальных сетях такие архивные данные с телевидения цифрованные которые вы можете уже видеть в разных площадках вот о нем сегодня и пойдет речь добрый день рад присутствует здесь знаю впервые я нахожусь в этой вашей студии и мне очень приятно что мы будем говорить именно об этом проекте что это за проект в двух словах потому что кто смотрел кто не смотрел дело в том что я почти 10 лет даже 10 лишним лет был редактором службы информации компаний тв-экспресс и компаний тв-экспресс это очень необычный и нестандартный нестандартные средства масс информации будем так говорить дело в том что это телекомпания получила лицензию номер один на частное телевещание то есть первыми в россии балаковцы стали обладателями своей волны ну это понятно но балакове я говорю на уровне страны и например другие вот телекомпании например тоже нтв она немножко раньше образовался и компа наши компании в мае 91 года а эти раньше но они создавались на основе уже существующих телекомпании тот же тот же первый канал например да и вот нтв они просто останки в останки не разделись в общем ты все эти компании уже на базе какой-то создаваясь а наш телекомпания на вообще первая частности компаний который имел лицензию номер один я помню когда мы с генеральным директором сергеем елизаровым приезжали на тэфи регион то к нам специально подходили говорить мы к вам подходим чтобы посмотреть на тех кто имеет лицензию номер один то есть и компания тв-экспресс вошла в энциклопедию российского телевидения именно как вот частной телекомпании имеющие лицензию номер один это первое второе мы во многом опережали другие телекомпании у нас существовало огромное количество программ ну например антилопа гну я с нее начну это для автолюбителей замечательные программы очень интересная если вы говорите огромное количество проблем на тот момент сколько эфирного времени вы занимали а это я не помню я же не был просто исполнителем я бы я не был генеральным директорами директ я время за этим не следил вот но на по на первых порах у нас был несколько часов там я уж не помню то есть своего оригинального конца его оригинального контента там использовались тогда можно было размещать не было такой строгого строго авторских авторских прав вот размещать фильмы мультфильм все что удавалось собирать там сериалы много чего демонстрировал я этим не занимался я все-таки информационник и я появился на тв-экспресс позже я в девяносто пятом году только появился как журналист а потом же 97 года как редактор службы информации поэтому вот этот первоначальный период но как бы я не подробности не очень много знаю об этом но все-таки те были развлекательной программы вот это автомобиль на антилопу гну ваше здоровье по здоровью то есть когда еще здорово только когда еще ничего этого не было даже на центральных каналах вот поэтому во многом опережали а уж я уж не говорю про саратовская саратовские телекомпании вот поэтому это действительно уникальное явление вообще в истории российского телевидения телекомпании экспресс балаковской телекомпании вот поэтому когда я узнал что она распалась и что все она закрылась я стал судорожно искать а куда делся архив и мне казалось мне как сказать да ну как то вот не знаем так с первоначально был и вдруг выясняется что часть архива попала в музей истории города вот часть архивы с 95 года а потом вдруг выяснилось что там весь архив начиная с 95 года всех новостных программ сдали именно в музей истории города и узнали так бывает она баха я сачка новых ну конечно на кассет естественно не цифрового так цифрового ничего уже еще не было то есть там 95 по 2010 год получилось так что сначала вроде бы хотели музей себе его оставить а я им объяснил я хочу с ним будет сделать его не показать ничего видим то фон уже нет вы не сможете оцифровать у вас нет на это средств через некоторое время просто кассеты посыпется и вообще ничего посмотреть нельзя был будет и в общем то мы договорились так как музей истории города все-таки это филиал областного музея я их уговорил я им объяснил что они просто именно баланс даже его не стоит брать там а группу там несколько сотен газет что они с ним будут делать и в результате архив оказался в моих руках и я решил оцифровать все эти кассеты потому что иначе это все бы пропал вообще а представляете какой период все-таки сделаю тоже переломный период в истории россии это рубеж 20 21 века это отражение всего что происходило не только в нашем городе но интер саратове в россии потому что мы же не только местные новости показывали наш наши журналисты снимали и заседание областной думы заседание областного правительства кроме того я часто очень выезжал в государственную думу то есть мы не были материал оттуда мы очень тесно общаясь с вячеславом вичем володиным то есть весь его период от лица губернаторства до появления его в госдуме у практически мы все это снимали все эти сюжеты это были поэтому этот архив действительно уникален уникален и уникален не только как видеоматериал но и как отражение эпохи и это богатейший материал для любого ученого для историков для исследователей например исторического истории нашей страны это вообще уникальный материал можно писать и писать и анализировать что же происходил в балакове и стране в этот период первоначально сотен сколько сотен или ты я не считал я не считаю место хотя ну примерно ну сейчас скажу ну где-то за 300 то точно сотен кассет 100 за три минуты х 3 до 183 часовые более 300 кассет причем там программа сохранить такие как экспресс новости на информационный экспресс новости деловой понедельник дело кроме того сохранились развлекательный программ такая у нас была некоторыми в среду и программы для детей дела житейские сохранилась там несколько десятков кассет к сожалению я очень сожалею что в свое время когда я работал на экспрессе не удалось оцифровать те первые программы с 91 начиная вот это уж тоже антилоп угну я не знаю может быть кого-то чет кто-то сохранил но ее нет но можете обратиться сейчас если у кого ну да и как я могу обратиться если у кого-то что то есть из тех программ которые выходили там начали 90-х годов на тв-экспресс то прошу поделиться как-то разместим в интернете расскажем о вас о вас как хранители эта информация я еще надеюсь что может быть у саши злобина сохранилась потому что ведущим то этой антилопы гну был саша злобин который сейчас ведет у нас гонки по спидвей поэтому эта программа действительно пользовался большим успехом я понимаю откуда интерес я понимаю для чего это я не понимаю как этого делать то есть это сколько в хс и где вы их нашли где вы нашли столько видео магнитофонов как технически происходит вообще ну технически у меня есть товарищ у которого который этим занимается профессионально очень у практические магнитофон есть но кроме у нас тогда были в хс кассет и еще с в хс но это такие переходный период от любительского к профессиональному причем они этот этот формат существовал недолго но эти кассеты тоже есть но я хотел поблагодарить свою родную экспресс как бы то что там нашелся такой виде мунитофон с в хс ный где-то на полках и в общем то работе мне удали рабочие то есть мы там нож подремонтировали в общем то есть он поэтому все эти мунитофоны есть слава богу и это цифруется вот то есть как бы идет активная работа с чего все началось во первых это все-таки деньги стоит же не просто то не что время не просто пальцем поковырять огоньки в кассете да это и время и деньги на время то ладно вот а нужны деньги и поэтому на первом этапе помогали те же экспрессы то есть подкидывали да я может быть он и жат сколько год назад ну это где-то дали по весне почти год уже скоро будет этом проект помогали экспрессы подбрасывать часть какую-то я вносил счет те есть еще ну я не назвал не надо быть благотворительных благотворителями но все-таки они помогали этот герой сюжетов ну я не буду всех сейчас называть это там некоторые предприятия люди которые про которых часто говорит о представитель администрации например некоторые ну вот тоже для своего архива для своего архива личного да и когда уже накопилось какое достаточное количество на то что можно показать например более крупным партнером будем так говорить я и обратился в балаковский филиал акционер общества апатит группа фосагра с предложением принять участие поддержать этот проект первоначально задача ставил снога за я ставил при собой задача хотя бы оцифровать чтобы хотя бы сохранилось но потом я без монтажа без монтажа рост а зачем нет просто монтаж и не поверил без монтажа просто монтаж просто запись и первоначально просто хотя бы сохранить но потом я решила что же просто будет лежать ты решил создать сайт на котором как раз и стал выкладывать все эти программы начиная с 95 года он называется очень просто тв 413 точку ру 413 начал нашего индекса 413 800 вот то есть но мы ссылочку обязательно внизу свое свое время была такая развлекательная программка программа мамой к 413 мамой когда я копался в истории молодежь собирался да мамой к 413 было развлекательный программ молодежный такая и увел кобзи в сереже сереже коба коба как прозвище его так и так все зовут он такого он тоже вместе с сашей злобин начинал вести гонки по спиде и когда возродилась турбина вот и действительно была тоже программ который ну исчезла ее сейчас нет нигде и я вспомнил они просто потому что интересно я решил назвать того 413 вот то есть это очень просто как бы таскать в память о мамой 413 поэтому этот сайт очень простой тв 4 запоминать слегка тв 413 точку ру но основной контент вы куда час то есть сам видео поток на youtube выгружаете уже за модным нет я уже выкладываю на сайт на сам сайт на сам сайт вас объем сайт позволяет ну пока позволяет в общем-то мы взяли безлимитку сайт делится на несколько частей вот там есть разделы программы я решил сохранить память о журналистах ну по сложно сказать да все большинство из них живы кроме извините сереже били вот к сожалению ушел слишком рано из жизни остальных просто чтобы биографии фотографии их сюжета но может быть не все но хоть какие-то чтоб люди видели кто работал как снимая сюжеты стендапы то есть с микрофоном школа такая образа школа журналистики если даже получается что этот сайт не просто набор программ но это еще и можно использовать как школу журналистики потому что действительно мы опережали время мы бы первыми получили из всех средств масс информации штандарт губернатор а уж награды у нас были каждый год каждый год сложно сейчас представить даже современные информационные повестки когда мы не разделены и имеем сейчас интернет до чтобы там телевидение в балаково так сильно там влияла на областную всю повестку да в том числе этом на карьеру политиков каких там и так далее приходилось считаться же уникальным ну конечно ему наша часть наших программ даже входил на второй садовой была такая тоже компания на gtrk саратов все-таки нас не размещали на все-таки более государственной телекомпании была вот 2 садовая была резко как и в резке наши программы даже устали провинцию специально такая была программа с сюжетами вот из близлежащих городов волынск войск перелюб горный и эта программа провинция выходила и она нравилась саратовцам я как-то был музей областном когда вот уже закрылась и там ну вахтершина сидел и говорил вы знаете тв-экспресс какая у вас хорошая программа от провинции было мы с таким удовольствием по утрам смотрели и размещали впоследствии я планирую вот сохранился еще один архив вот я буквально официально объявляю вот вашей компании здесь сохранился архив и другого телекомпания ств вот хотелось бы конечно и его каким-то образом от архивировать потому что тоже уникальный телекомпании в доступности у вас вы знаете да я знаю конечно он существует он есть там замечательный тоже программа была политка лук там новости другие они конечно отличаясь от наших вот там такая они больше бытовки показывали мы все-таки уровень был у нас достаточно высокий представьте себе мы могли взять интервью у министра атомной энергии например ездили специально мы могли взять интервью у спикера госдумы у вице-спикер госдумы в слизке там там допустим тогда была тот же володин бушит вообще свой человек поэтому мы отслеживали от первого колышка в кавычках конечно кошка до начала уничтожение химического оружия в горном поднимали их проблемы но представляете то есть это же уровень ну явно не 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 каждого согласует не муниципальные не муниципального телевидения то есть мы там вообще бы с самого начала как только когда презентации было этого завода по уничтожению химического оружия когда уже когда его сделали завтра первое уничтожение и так далее то есть это все отслеживалось с нами поэтому ну а у ств немножко другой был другая была задача но все это очень тоже интересно об этой обытовой обыкновенной жизнь балаковцев и это очень здорово и тоже очень такой большой пласт юрий ну вот давайте поподробнее то есть мы как с убежали на фас агро вы как вышли вы в плане что цифровали какие-то материалы для них во первых у нас с фас агро балаковский филиалом акционировщито апатит очень давние дружеские отношения все началось с того что я обратился к ним когда нужно был съесть в российский государственный архив древних актов это несколько лет назад для того чтобы поискать первые ревистские сказки перепись балакова то есть я долго я хотел подтвердить и опровергнуть информацию о том что балаков было основано после указы манифеста екатерина 2 декабря 762 года и вот тогда я обратился к ним окажите содействие поехать и все-таки покопаться в этих архивах тогда удалось найти первую ревистскую сказку она датировал с апрелью 1762 года и это благодаря фос агре потом еще один проект который это из симферопольской пулеметными наметно учить который было эвакуировано балакова года великой отечественной войны обратился фос агро но не только они помогли но все-таки частично они частично училище научи черния губернаторский техникум совместно такой помощь была оказана я поехал в центральный архив министерства обороны я там дважды выезжал удалось откопировать и сделать переписала все выпуски офицерские был 5 офицерских выпусков кроме того буквально вот в течение последнего года мы с ними сделали два больших проекта это я написал энциклопедию быковатрокского муниципальное образование на территории который находится предприятие и кроме того написал и создал как-то составил будем так говорить все-таки энциклопедию советского российского спидвей теперь осталось ее либо напечатать либо разместить в интернете но это уже как бы не моя задача это уже задача и они уже думают на предприятие о том как осуществить эти проекта как чтобы они дошли до людей вот но они уже есть они уже завершены практически вот это действительно очень большие мощные проекты то есть материал с вашей стороны уже все материал готов материал готов нужно там нужно только издать вот поэтому мы думаем я предел несколько предложений можно ведь и не в виде книги можно и как-то интернет издание сделать материал сам уникальный все впервые энциклопедии спидвей никогда не было в общем-то это впервые да поэтому пускай ждут будем надеяться что все-таки в следующем в следующем году у нас очень много юбилейных дат вот и в том числе первые золотая медаль турбины я думаю что все-таки как раз к этим юбилейным датам удастся все-таки осуществить эти будут довести их до ума вот и в любом случае не залоз до следить за носами и и выходите на сайт смотрите новости который выпускал экспресс там конечно будет работать я когда я почувствую что он уже вот хотя бы тот тот контент который там размещен будет востребован будет потихонечку расширять потому что это большая действительно работа представляете с 95 по 2000 а счет на каком периоде вы это девяностые годы то есть я завершил я 2000 году завернули вы у вас миллениум ну или вы пока таскать это да вот до 2000 года программы экспресс новости вернее хроника была экспресс новости их разместил ну пускай пока люди хотя бы звучит этот период посмотрим познакомиться с ним ну а там будем смотреть потихоньку буду выкладывать остальные но я в восторге я считаю что этот проект уже много добрых слов получил от своих коллег бывших и тех кто сейчас москве они просто в восторге говорят это вообще благое дело это здорово потому что сохраняется память о телекомпании который сейчас не существует я обращаюсь тем кто нас слышал сегодня выходите на сайт смотрите новости изучайте историю реальную историю нашего города в какой-то степени стороны потому что все таки мы не могли не отражать и то что происходит в нашей стране и в мире вот и сравнивайте что было что есть думайте это очень интересное интересное время ну а мы пожелаем юриевичу в этом нелегком деле терпения конечно однозначно потому что все это осматривает горы материалов этого мы сами знаем какой-то нелегкий труд тем более этого аналоги все и конечно огромное спасибо компании фасагра за то что поддерживает эти проекты потому что это реально живая история не только как сказал юрий юрьевич нашего города но и всей страны в целом кто-то когда-то будет это изучать и поэтому делать новые работы новые совершенно новые материалы спасибо вам подписывайтесь на канал переходите по ссылкам которые будут в описании